по какому раз добрый вечер по какому вопросу по поводу пропаганды или по поводу нарсия пока говорит я потом сам по конике свои скажите пожалуйста я хочу записать и там это мои подписчики поедут срать вам по дверь так окей хуесосите меня зачем хуесосить если по факту можно все расписать зрителям не похуй на меня донат пришел от ганса но это не ганс как только разговаривать князь как только разговариваем без повышенного тона а то как гея орете господи блять зайди в дискорд и за ебал нахуй я могу с тобой я тебя могу унизить морально шепотом я 10 лет проработал в общепите это серьезная жизненная школа так сейчас я битву замков даже включу буду ваши ники чекать окей так хорошо начинаем не подожди а зачем вы сюда пришли даже меня не хуесосить что ли нет ну блять хуесосить это слишком просто а вы вы меня хотите унизить чистым литературным языком зачем вообще кого-либо унижать погоди погоди ганс есть еще раз мат будет в чате я тебя просто заблок ну будешь дать свой донат 30 рублевый нам лишь ганс ты нам не интересен в чате по той причине что ты в дискорд не приходишь не обращать внимание говорю это фейки кого фейк путина блять что он меня обвиняет в гей пропаганде ли что блять ну то есть один человек писал сначала а потом короче донаты то что все донаты это понятно да а в чате или там я не знаю может это мелонов ты уже свой ник блять поставь ты заебал хорошо все я готов нет как бы вы можете левый так авокадо вице-лидер привет 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 и а песечка у меня основной аккаунт в санрайзе тринком я играю в монарх нихуя себе ты блять и пиздец блять ты ты что знаешь сказал у меня основной аккаунт блять там в гильдии топ-1000 2 блять вот ну там тринком своим то есть я являюсь и представитель монарха и санрайз понятно хорошо так какой у тебя никто женька так мы уже можно предположить что те от наверно не саша зовут нет нашел жесткого данилу нашел сашу нашел куда женьку блять спрятали монархи мистер антон биткойна вижу бы а вид вижу вижу женька лям 208 так хорошо все окей какие ко мне претензии если они ну в том плане то что без других гильдии вы ничего не стоите так секунду подожди извини секунду перебью ганс андерсон пишет простуду блять сыну ржать будете ганс андерсон 911 пишет а мне показалось он типа вызовет блять этот 911 блять и не пойду потом тебе все скажу а он все наверное в реальной жизни встретит и все скажет так так хорошо без без других гильдии мы ничего не стоим окей но в том плане как вы начинаете проигрывать монарху складывается такое ощущение то что вы едаете другую гильдию и ищите какие-то иные пути даже вот связанные с наркотикой ну что вы начинайте не вывозить вы ищите с кем можно сделать союз и вы знаете то что вы берете те гильдии в союз которые хейтят монарх изначально эта локация была предназначена для того чтобы не предназначена играть в ней так чтобы одна гильдия воевала сама за себя все играли сами за себя ну то есть в китай ездил разговаривал с разработчиками и там как бы они все там прям так и сказали что вот так вот именно все предназначено да то есть не такие ну вот мы эту локацию создаем но она предназначена только для того чтобы все играли сами за себя у нас же блять стратегия но она такая и и для единомышленников никаких союзов ничего пока сами играем за 7 то то есть ну как бы взять ту же самую локацию битвы гильдий ну стой подожди давай я сейчас в нарсию можно же сейчас как-то зайти правило почитать там покажи мне пункт где там это написано по поводу того что а вот я зашел где запрещаются какие-либо союзы а стой зато вопрос по-другому где там разрешены союзы стойте по если они не запрещены типа если а чего ты взял что они запрещены то есть типа если не написано то есть как бы если не написано что запрещены союзы значит они запрещены если не написано что за разрешены союзы значит они тоже запрещены сушу удобная логика это во первых да а во вторых наверное вспомнишь ты первую первую нарсию да когда монархи с хулиганами договорились друг друга не бить а вот и мы а даже не помню какая то ли первая то ли вторая вы в союзе вы в союзе с хулиганами не были союза ведь запрещены в каком плане союза что значит в каком плане союза извини меня то есть когда у нас союз не с вами это запрещено а когда союз с вами когда мы с вами делим имперский замок то есть это разрешено что-то я не понимаю логике чуваки объясните мне как так происходит то есть ну как бы там плане смотри ты говоришь союзы разрешены запрещены не суть но я не говорю что союза запрещены нет я говорю я говорю то что запрещены а почему вы тогда пошли в союз с хулиганами ты говоришь то что разрешены нет у меня вопрос у меня вопрос подожди ты ответь на вопрос почему вы пошли в союз с хулиганами на прошли на архе не знаю там даже не одна на арте было вы не простой я понимаю твою позицию так ты вице-лидер до гильдии авокадо но хорошо я понимаю твою позицию ты против союзов союза по твоему мнению запрещены хотя это нигде не написано и никаким образом не оговаривается у меня вопрос если они запрещены вы топите против этого почему вы пошли в союз с хулиганами спроси был ли я на предыдущий на россии а стой значит когда тебя в монархах не было тогда союзы были разрешены но как только ты в монарх пришел она очень классная позиция у вас кто еще там не участвовал я без понятия кто не участвовал я могу ночью ну ты говоришь за себя окей ну тут по поводу взаимоотношения гильдии разговариваем я увидел вот эту вот хрень то что вы собираете вокруг себя гильдии которая изначально хейт или монарх слушай чувак мы не бьем кто кого там блять хоть и ты прекрасно знаешь что хулиганы тоже блять не хейтит монарх у нас блять спортивный интерес с вами спортивная злость там возможно то что я думаю что все адекватные игроки в монархии в хулиганах они прекрасно понимают что если одна из этих гильдий перестанет существовать то возможно есть большой шанс что и перестанет вторая гильдия существовать потому что битва гильдии для нас станет абсолютно бессмысленной еще раз я вообще не понимаю твои какие-то блять претензии и твое право говорить по поводу монарха учитывая тот факт что ты как бы тут на одной нарсии только блять присутствовал ты мне тут трешь по поводу того что блять союзы запрещены вот но при этом как бы ты не можешь отвечать за то что блять монарх был в союзе с хулиганами даже не одну нарсию что-то я блять вообще нихуя не понимаю вашу позицию моя позиция не говорю за всю гильдию я говорю про свою позицию ну так вот я тебя я знаю ну ты не могу говорить я могу говорить гильдию потому что я являюсь простым игроком ну так выйди из гильдии я высказываю свое мнение ну хорошо выскажи в своей гильзии свое мнение я так понимаю судя по всему ты не приемлишь никаких союзов но ты при этом вступил гильзию которая союзничала с хулиганами я думаю не только с хулиганами вопрос что ты до сих пор делаешь в эту гильзию ну выходи после битвы гильдии из монархов если тебя самое я так и взрывал то же самое сегодня я взрывал монарх монарх санрайз почему мы не идем дефать монархов когда прошлою нарсию они нам помогали причем тут прошлое нарсии нам помогали нам помогали хулиганы и монархи но мы почему-то берем сторону то есть получается мы не берем в сторону монархов они нам помогали мы берем в сторону хулу мы не дефаем монархов так вот и и то есть получается что не то что у нас союз санрайз и хулиганы то есть грубо говоря вы попросили там неважно кто мы не идем открывать монарх я как ты можешь слушай как ты можешь говорить что-то вообще за гильдию это у тебя позиция просто игрока но с твоей позиции не моя гильдия не согласна не та гильдия в которой ты сейчас находишься и даже и санрайз тоже я я чуя что-то нихуя не понимаю тебя какие твои претензии ну да вот ты в один ну как бы то приятно что ты сейчас топишь против политики даже тех гильдий которые во первых в которых ты находишься второе против вообще того чтобы были какие-то союзы ну это даже если моя гильдия будет союзничать а зачем это нужно то есть это будет но неправильно так ну классно это твоя позиция но ее никто не поддерживает мне кажется включая даже те гильдии в которых ты находишься это первый вопрос потом второй момент заключается в том что ты говоришь с какого хуя мы там блять помогаем тема не тем ведь те нам помогали в прошлой нарсии а те нам не помогали в прошлой нарсии для меня нарсия как я думаю для хулиганов так и для монархов каждый раз это блять новая война и мы не так сильно оглядываемся на предыдущие нарсии потому что вот даже я сейчас заметил я конечно не участвует в политике там блять я не заключаю ни с кем союзов и так далее я отдалился от управления гильдии мне хватило уже но как бы я вот наблюдаю картину если не ошибаюсь прошлой нарсии мы с ебалоном там дружили то есть но мы союзничали там друг другу помогали или в поза прошлое не суть сейчас как я понимаю ебалон вроде там с вами дружил или просто нас херачил по полной программе а мы ебалон то есть в каждой нарсии своя ситуация в каждой нарсии свои позиции и каждый раз какие-то новые взаимовыгодные союзы несмотря на то что происходило в прошлой нарсии если в следующей нарсии будет выгодно монархам и хулиганам объединиться это будет выгодно для обоих гильдий я думаю что так возможно и произойдет мне кажется это твоя какая-то личная позиция и как бы мне вообще странно это слышать блять ты там что-то пытаешься хулиганов там меня записать в то что там союзы не союзы это все запрещено и так далее но при этом в правилах игры этого нету твои твои гильдии в которых ты находишься этого не исполняют я лично ничего в союзах плохого не вижу по той причине что нарсия это одна большая стратегия вот каждый новый сезон нарсия это новая война и как в любой войне там есть союзы есть враги и так далее типа это не только те просто бегать блять как дебилу по клеточкам тыркать блять и воду считать но это еще умение договариваться блять с другими людьми с другими гильдиями это та же политика и за счет этого это локация становится еще более интересным ты говоришь то что я был он с вами не было в этой нарсии я тебе скажу так я в каких-то моментах могу ошибаться может там он саша больше затем рулит кто там был кто кто не был но ты тут по мелочам до меня не докапываешь потому что по сути как бы я тебе объясняю простые вещи могу не на примере ебулона объяснить еще раз в одной или в двух нарсиях мы сотрудничали с монархом в этой мы воевали через здесь общайтесь дадима это если хочешь заваливайся вот еще что авокадо ну во всяком случае я тут молчу сижу я хотел бы высказаться уже со своей точки зрения ну во первых предрекая все возможные слухи я скажу хочу сказать что я в данном случае высказываю лишь свое сугубо точно тоже мнение не мнение гильдии и я скажу я пришел сюда не с претензиями я пришел сюда с вопросами ну правда ну чувак с другой извини перебью но ты же вице-лидер да я вице-лидер и мне интересны вопросы именно ответы на мои вопросы что и как представляется то есть сама игра это соревнование правильно понимаю до соревнования во всех возможных локациях это надо перечислять можно самое крупное что битва гильзи но на которой все понятно как решается и за редким исключением что-то зависит от людей арена здесь уже да здесь уже зависит от других игроков и сама локация можно считать мне показалось мне передателем при пути rondelvich joka выходить в дискорд это правда школьник он очевидец то рублей спасибо чка большущая мне показалось что год band derson за сал выходить дискорд это правда школьник он не это думал не школьник то что он засал это правда как бы на он вряд ли школь 먹는 spaces помощью мы не кажетесь школьники они куда веселей и умнее является чем дегенерат который считает что я пропагандирую гомосексуализм какому он или он первый раз у меня на стриме или или он тупой дегенерат и не знаю чаще спасибо за поддержку там это отмотай чуть-чуть подождана от пришел тебя не слышно было не ничего страшного просто там там он это заглушает сразу я понял но вернемся все же к нарси маленькая 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 корректировка ну тоже прекрасно знает что варенье там тоже союза да да я прекрасно знаю об этом хотя там тоже в правилах нигде об этом не написано да я знаю точно так же как и в лице потому к тому же примеру за блиц я ничего не скажу этом не участвую но и там я предполагаю что тоже честно говоря тоже не участвую как раз таки но там я слышал разборки и так далее до которые к сожалению ссорят очень многих игроков как внутри гильдии так и вне гильдии между собой поэтому честно скажу я не удовлетворен нынешнем положении дел в самой игре точнее тем как ее превращают игроки я и молчу про то что вводят как скажем разработчики тот же второй прорыв простите с этим новым смотрителем но покажи того кто удовлетворен но вот в том-то и дело как раз таки никто но все же я бы хотел сказать хотел бы со своей стороны сказать что я считаю что это игра на свою команду если бы в нарсии предполагалось делать союзы именно гильдии она там бы и так и было то есть разбивались по командам и команды воевали быть друг с другом но ты опять противоречишь себе почему на арене можно хотя там нет не предполагается этого почему в этом в блице можно хотя там тоже это не предполагается а вот именно в нарсии нельзя причем ты являешься вице-лидером которая со мной ну то есть с хулиганами была в объединение союзничали в нарсии что-то вы ребят сами себе противоречите честно подожди пожалуйста на ты можно или на вы лучше без проблем хоть хоть не на ты хоть ты можешь мне говорить монархам все можно в общем я во первых не дошел до сути я делаю предысторию предисловие к своему своей речи как минимум до во многих локациях это слушает тут как-то получается что дима тетя короче забанен а нет не забанен он зашел за сервис хирали он забанен табли а он мне что-то написал канал заблокирован возникает проблема ссылкой ссылку кинул наверное на этот на на сам на саму эту беседу она же ну и в нее каждый не может зайти нет он зашел в балаболку все сюда вот привет зима щас появится лизер договориться дадим привет в общем-то я постараюсь коротко смысл в том что гильдии начинают организовывать целенаправленный террор против в каких-либо определенных гильдий в этом в нашем случае это было направлено в точку монарха сторону монарха потому что на старте даже гильдия краснодар просто постаралась чтобы нам не дать дальше играть чисто из чисто из личного отношения они могли вполне при своих прокачках при своем активе могли пройти дальше через диггеров пройти к имперскому замку я уверен что каждый с этим согласится я не могу говорить за краснодар чуваки понятное дело учитывая сколько там донат и как активно играют они и скажу даже по себе то что на нас шла атака в течение примерно двух с половиной трех суток с небольшими перерывами там ночью где-то еще но они могли вполне прийти к победе но прийти к имперскому замку его захватить получить очки то есть получить вот тот почет соревнований но что сделали в данном случае игроки они пожертвовали некоторой ачивкой ради того чтобы задушить гильдию которую который у них личные не личная неприязнь стоит можно эту выскажусь быстро я я еще раз говорю он может шопен там бля он более активный в нарции чем я и он там знает блять что зачем кто почему кто с кем за что и от кого но вот мне пацаны если вы там скинетесь еще баксов я солью его адрес да если вдруг поговорим лично композитор если чё там тысячу баксов все равно я вам это я вам морально подержу блять он меня заебал тоже вот нет я говорю о чем я не ваше отношение блять с краснодаром честно чё у вас там как если они вас хейтят и они ценой там ценой по сути своего проигрыша и упущения возможности они пытаются вас блять не пропустить то блять кому мы-то тут причем я чё-то сомневаюсь чтобы серёга смс написал там зверскому или кому или я написал зверскому типа блять чуваки тут в начале нарсия короче но вы-то там блять оставайтесь да блять там на позициях там десяток да вот вы тут за площадью монарх а мы тут блять красавчики сходим блять центр возьмем вот ну как бы а вы проебываете из-за этого я что-то в этом сомневаюсь если они не пошли дальше значит они не могли может они не такие активные может еще какие-то причины блять в начале ну я сам знаю по себе блять как я общаюсь там в чате нашей новой эры блять и как другие да я думаю что у вас абсолютно такая же хуйня когда блять начинается нарсия вы уже просчитываете вам похуй какая где гильдия вы уже просчитываете блять как кого блять не пустить и тем более если вы видите рядом сильного соперника что-то я уж больно блять сомневаюсь если монархи увидят рядом с собой хулиганов и как это было может позапрошлое еще что то вы такие а ну ладно бля пацанам этот поселок отдадим чтобы им легче было блять центр нахуй пройти нет у вас бля и будет спортивный интерес и спортивная злость блять не пустим этих пидорасов блять надо этот поселок блять сука кровью блять забрать но забрать перекрыть им проход для в центр это абсолютно нормальная хуйня типа я я не вижу причем тут краснодар бля вообще типа как бы то нет просто смысл в том что концу нарсии вышла коалица из трех гильдий которые просто оттачили бесперерывно монарх соответственно краснодар пожертвовал своим поселкам отдав его вам я сейчас без претензий еще раз говорю я честно я не могу говорить что они его нам отдали или мы его сами взяли может быть отдали я одну эту ситуацию не знаю типа но как бы я спрошу может там серегу смысл мне сейчас не хочется копаться в истории но тем не менее как я заметил блять как я заметил нахуй что нам нужен был блять другой поселок блять краснодара а не тот что нам отдали или мы забрали нихуя потому что если бы блять у нас была возможность как у краснодара так быстро к вам пиздячить да блять и не тратить столько воды блять то у нас было бы больше шансов вас посыпать а так как мы далеко у нас было блять их намного меньше потому если блять уже краснодар отдавали нам поселки то было бы логичнее отдать нам тот поселок с которого нам легче вас было бы забороть хотя не знаю можете отдали но даже если отдали а в чё блять в этом такого типа коалиция блять чуваки это уже конец нарсии и как бы тут одно из двух было мы выбрали просто более сильного противника для есть ну чё было бы лучше из-за мелких пошли пиздить вам бы как же краснодар что как же сам краснодар но мне ради интереса в плане что именно краснодар ну краснодар для вас он не сильный противник разве с кем мы постоянно соперничаем на бэгэ и кто рядом с нами в топе я я блять не я не ибу почему я увидел блять бьем монархов все и бьем монархов блять потому что у монархов больше кайф блять забрать поселок чем у краснодара чего может быть может быть краснодаром союзе блять чувак я не ибу но даже если союз в чё это блять такого вы бы делали абсолютно то же самое вы также сама блять и с нами объединялись когда вам это было выгодно так же как она не вижу блять никаких проблем калиция фигня чего тут мусор лица на самом деле бред ну я не мусорю мне интересно услышать типа блять или чё вы скажем общего решения не будет типа я не прям вам было неинтересно блять вас вас ебашили 4 гильзии блять сутки блять вы сдержали от вам самим в этом кайфа нету блять вам было не в том что вы вы короче тут это как бы без шансов просто но это сама суть нарси даже не суть а как это обозвать то ну короче и не пробить просто гильдию которая там нормально резов ну более-менее нормально у которой топовые пачки есть это просто анрела не знаю как там должны гильзии блять свой с адрелностью там это ну просто это реально это имба деф короче чувак ну ваш деф тоже блять имба если учесть тот факт что у вас нихуя ресов не было я сам лично блять бегал сука сраные клетки блять пытался у вас забрать я о том и говорю то что но это не пробить просто ну то есть вы что вы встанете там своими этими паками что мы там не знаю что даже краснодар там станет что я не знаю там джаст кул без разницы короче вот станут там один-два поселка обороняют там адул гибзи это ну почти без шансов пробить тяжело там два дня надо и бошить вот чтобы отбить эти поселки то что меня пацаны рассказывали в прошлой нарси или в какой там нарси у вас там тоже блять суд только через сутки у вас смогли отбить какой-то поселок нет у нас не отбили мы у нас слоу гильдия так же как и у нас у вас там у гильдии отбивали какие-то поселок который еще без дефа были а вот и там да там реально хоть как ну типа если дефа не стоит понятно что мы это тоже рассказывали там прошлый раз то с вами и башни тоже там сутки какие-то и башни вас прошу в прошлый раз побольше даже лесов осталось да и вас то интенсивность было меньше чем в этот раз в этот раз арестов поменьше ну я не знаю но у нас тоже не весит наверно точно хватит у нас тоже не все стянуты были для потому что у вас интенсивность прошлый раз было даже меньше в этот раз вот этот раз у вас там побольше пока было и блять и мне кажется по ресурсам сейчас я блять у меня ведь и нарси уже блять в башке нахуй блять сплелись вот просто что типа как бы вы там тоже ну и бать бля там бля я видел там по одному по два героя в защиту что ну типа блять как бы тут дело в том что это именно вот суть блять опять суть короче я не знаю как это пробивать просто вот честно говоря вот так если откровенно я хрен знает как пробивать дефтон топ паков пока боевку не увидишь не так так а бля и увидишь ты бою как не пробила фарнов на фартах ты видишь боевку там не знаю половине случаев ты все равно хрен знаешь как пробивать этот пак стоит фактом знаю с бардом короче ничего с ним сделаешь а я еще учесть что теперь не знаю каким-то образом в нарси играет рандом что в один момент пачка пробивает один одного одну постройку грубо говоря пачек героев в другой момент она эту же пачку не может пробить пробивать на самом деле ну за день сегодня там не постоянно конечно заходил на аки но когда заходил там убил знают два пробития короче блять это ни о чем короче если там три гильдии бошад и два пробития там паки шести героев но это блять это жизнь ну просто перекрыли перекрываются теми кто стоит в пачках даже бывало дохуя ситуация когда блять ну твоя пачка заведомо сильнее тебя ну и ты сосешь блять в пачке там где просто там ебаный ну такие средние герои стоит там стрелок может стоять там еще какая-то залупа блять ебашишь с лисом хуисом блять и все равно отсасываешь блять мне это это понять я не знаю учу они что-то в этом я не знаю может чего уже я не интересовался учет они в этой нарси снова бы хотят там поменять но не знаю что они поменяют но есть предположение что могут поменять но пока не будем на это я думаю блять жила это типа предположения исходят из желаний блять потому что они поменяют то что как бы я думаю нас есть не просил это что то о чем мы вообще не думали скорее всего данным предположительно могут по количеству зарегистрировавшихся поменять предположительно пока лишь зарегистрировавшихся это не знаю скорее вас в угол или не в угол то могут закинуть вас нас их но типа блять тоже эти ну как бы ситуации кому блять можно могут быть ситуации такие что блять нас там ну как бы я тебе скажу хулиганов тоже не пиздатые позиции со старта блять и как бы там поначалу прорываться надо будут и ситуации когда мы будем так блять сосать и там в три поселка обороняться блять вот а то что там типа союза не союза ну блять ну камон чуваки смешно претензии горячим этот мусор ну как бы в этом и прикол я думаю типа есть каждая там за себя играла так это еще претензии по поводу биткойна видео моего есть у кого-то нет тут короче есть это не то что претензии тут это как-то обозвать короче смотрю рачка пидор ты князь короче заебал уже блять да не не тут короче ситуация низкой но и вот честно вот если максимально откровенно миша не даст пиздеть вот я много раз просил ребят короче чтобы в чате не выражались я брать тоже шапана брать я постоянно просил заебал раз бля даже саня кстати не даст пиздеть как-то его просил чтобы он там сильно матом не ругался на кого-то саня было такой вот короче саня который другой который князь вот и честно много раз ребят просил вот ну бля как выражались там некоторые личности от вас ну бля там реально уже границ переходила это я признаю я вижу говорю блять наши тоже матекаются тут просто коса на камень зашла я как бы и в обе стороны всякую хуйню там и сначала я там что-то рефлексировал там в первом сезоне по поводу чата блять по поводу нытья там постоянного чего вы блять только мелких можете пиздить блогу конечно блять нам ресурсами да а это то что там хуесосятся я туда просто поржать посмотреть захожу ну что у нас там он шопен блять только скольких стоит я на это не обращаю внимание и там блять старые монархи монархами будут более монархи будут там пидорасово пидорасами хулиганов называть хулиганы монархов пидорасами то как бы я уже просто на это блять так поржать блять ну типа на ну реально я и видео говорю типа чат в нарси это уже как бы типа если вдруг там ограничат сообщения то блять уже будет не то потому что там блять вот трэш и расчлененка это весело и прикольно вот но просто блять коса на камень зашла вот блять даже биткойну у меня было настроение бля пацаны хотя я опаздывал на гильзию футно на битву гильзии блять и тут бля биткойна хуй да это хулиганы есть князя попросите да чтоб видео записал как хулиганы отсосали блять ебать ну если ты так бросишь блять я могу отказать именно эта ситуация она решается очень просто ну то есть бля я не знаю мы там говорим чтобы никто не выражался в общем чате блять этом чате марси вот и соответственно у вас такая ситуация тоже горит чтобы там ребята хуни не писали все ситуация решается очень просто и такой хуни не будет вот это не димана в том-то и дело то что конкретно хулиганы монарх не обсирали то же самое монарх не обсирал хулов леды сторонние вообще и да да стороне которые были в союзе с хулиганами они начинали чумырить монарх и он тоже самое я ой блять не честно это парашу не читал вообще ну так читал совсем через раз у меня большую со скринов до шопена видел учат чем чем сам чат то есть такой перепалки между конкретно хулиганами монархами не было но если хулиганы все заводят шавок то есть будьте добры этих шавок держать при себе так блять чувак чувак ну смотри ты сейчас стой стой подожди а ну ты не ты не вице-лидер да ты простой игрок во первых как бы заводим шавок да не типа не забывай тот момент что мы с монархами тоже в союзе состояли получается что ты тот же монарх который в союзе состоял называешь шавками ты сейчас понимаешь другие гильдии являются шавками тоже называешь одно дело чат нарсии там земляет трэш расширененка вот мы во первых никого не заводим да потому что если ты считаешь что мы сейчас кого-то завели какие-то другие гильдии то значит мы и завели монарх до предыдущей нарсии ты как бы сразу проецируй пожалуйста это все на свою гильзию что я так считаю как бы выражаться не особо хорошо а даже если там кто-то из этих гильдий я не ебу с кем там у нас были союзы с кем не были блять я я блять вижу поселок и башу блять и политику туда не лезу но типа мы не можем отвечать блять за понимаете димати сказал что трудно блять следить отвечать за теми кто блять от своей гильзии пишет всякую хуйню в чате да куда уж там следить и тем более блять указывать другим гильдиям камон блять что ты несешь бы чувак шавки блять не шавки мое мнение типа следить это это на совести чувак блять других других гильзии блять и так далее ты как бы сегодня они те шавки на следующей нарсе вы будете с ними союзничать вот и все и как ты и как ты за себя нет ну ты это какой-то не командный игрок если мне не нравится то есть если это будет на благо гильдии то есть но я просто даже не буду заходить в эту нарсию того чтобы не видеть вот этого всякого убожества типа союза этого божества нет что в том плане то что вот любой гильдии какой-нибудь телевизор гильдии да у нас допустим она мне неприятно и мы с ними ну союз ступили вот я не буду участвовать в этой локации жид вообще регистрироваться потому что мне будет противно быть союзе с этими людьми сколько ты лет ваших будет что блять или я старый блять или чё хуй его знает вроде 26 лет хуйню несешь блять и такой максималист блять ёпта в 26 лет ты уже должен был блять познать все виды наркотиков поймать дзен блять и вообще на эту хуйню класть блять вспомнился с плохой музыкой какие наркотики а нет нет наркоману подъезда такие наркотики пошел прикривой нет я просто блять не я не понимаю логи мне там гильдия телевизор блять то неприятно я даже регистрироваться а как ты не будешь регистрироваться если ты даже не знаешь с какой гильдии твоя гильдия будет заключать союз чувак ну короче тебе понимаешь к тебе ну тебе придется жестко вот те тяжело придется потому что я думаю что все guide и вот в которых ты присутствуешь они все равно так или иначе будут с разными гильдиями заключать союзы и как будете придется забыть про эту те еще и про арену придется забыть, потому что там тоже может быть гильдия, которая тебе не нравится, а у тебя ребята заключат с ней союзы, блядь. И вообще для таких игроков, как ты, лучше свою гильдию создавать. И гордо ни с кем не заключать союзы. Шопен банан будешь? Доброе утро. Типа, а как бы с биткоином, блядь, мне просто, я же веселый видео записал, блядь, блядь, привет передал чуваку. Ну, он меня, он написал, князь, ну, понимаете, тут ко мне прям обратились, и я вот не могу, не смог сдержаться, блядь. Да не, там позиция несколько иная. В плане того, что я не смотрел стрим, конечно, твое. Ну, там, типа, что-то было про то, что за полчаса пробьете. Не, я на видео сказал, что, типа, что возможно, блядь, получится пробить, а возможно, не получится. Ну, там, блядь, уже, как бы, потом я, блядь, уже видео монтирую, смотрю на Нарсию, блядь, ебаный в рот, какой нахуй там пробить, блядь. Ебать мой хуй. Ну, короче, короче, суть такая. Вкратце, если. Короче, душевно посидели, а теперь пиздуем спать. Ну, я, я, слушай, блядь, тебе столько людей хотят, это, это, адрес того, я на твоем месте вообще, не спал бы. Шопен, будем торговать. Сейчас будем торговать. Я тебя во всех чатах найду. Блядь, сидел бы, я бы на твоем месте Шопен сидел бы с метлой около двери и, блядь, на ведре, блядь. Знаешь, почему на ведре? Что туда срать от страха. Так он не на ведре. Короче, я так понял, блядь, вся проблема, вся проблема в писечке, блядь. Нет. Нет. Вот. Потому что, потому что ему, нахуй, если сайт, ему эти, у него эти, можно подведу и то? Нет, у него в этой, блядь, союзы хуйня, блядь. Хотя все в союзе. Не я, не я один так считаю. Ну, так создайте, объединитесь, создайте свою гильдию, блядь. Вот. Без союзов. Но реальность такова, что, блядь, эти союзы, ну, как бы, будут. Потому что это, блядь, политика, это стратегия, это, блядь, битва замка, это Нарсия, блядь. Под коверные воины, блядь. Кто с кем объединился, кто кого пустил, кто кого не пустил, блядь. В этом-то и прикол, блядь. В этом и весь интерес, блядь. Чем единомышленниками бегать туда-сюда, блядь. Даже, подожди, Дима, мы же даже первую Нарсию, там, блядь, договорились, да, блядь, друг друга не ебашить. Ну, не поначалу, а в конце. Против психов. Потому что мы решили психов... Первая Нарсия чисто у нас был... Мы сначала пиздились, а потом решили психов зачистить уже, блядь. И ебашить сетей. Мы договорились, что именно с Серегой мы договаривались, что мы не пиздим друг друга. Ну, короче, когда имперский отберем, неважно, кто отберет, дальше просто пополам его пилим. Вот. И суть такая. Да, только суть, блядь, у разработчиков, гандонов, получилась такая, что, блядь, награду забирает только один, блядь. А награду забрали, ну да, соответственно, только психи забрали. И этот, и, и как бы даже пытались выследить, с Андреем Рулевым сидели, типа, сначала же, блядь, подбор заключался в том, что, типа, там, сначала все самые сильные, кто места занял, блядь, в одной карте, а в другой карте слабые. Мы так считали, считали, а потом, блядь, у меня Андрюха мат-перемат там, блядь, пишет, говорит, что за хуйня, вы какое место в Нарсии были? Мы первые. А он, где, блядь, поебать, они в прошлой Нарсии специально, блядь, все поселки отдали, чтобы попасть, блядь, в команду, ну, блядь, без всех топов, там, без нас и так далее, да? Их опять к нам кинуло. После первого сезона, ну, нет, нет, вот прошлый, прошлый сезон, они специально, типа, в прошлом сезоне, я так понимаю, они отдали все поселки. И к нам, что-то кинуло на карту. Да, ну, типа, они думали, что они попадут, там, типа, там, к адекватным, там, или к слабым, ну, к таким, короче, как они, вот, послабее, блядь, чтобы полегче было, а они попали снова к нам. А они по топу какие? Я не знаю. Там, да, там, за 50. Ну, не знаю, на каком. Короче, во второй сезон, тупо, три этих, короче, там три карты было, а они по 12, там, или по, ну, с нашей карты, они 32. Там первого сезона, у нас, короче, взяли 12 гильдий по очкам захвата, не имперского, а обычным, вот, со второй карты также и с третьей, то есть нам сколько там, 36-38 было гильдии во втором сезоне. Просто сейчас, ну, даже, даже, короче, непонятен рандом даже, блядь, его за, их закинуло, короче, к нам. Короче, лучшие гильдии по очкам захвата, в общем, очкам не имперского, закидывают на одну карту, или какая-то такая паража. Ну, я тебе говорю, типа, они специально там в нулину ушли, чтобы к нам не попасть, снова закинуло. Типа, короче, посмотря на ком месте они были на своей карте, скорее всего. Может, они как бы ушли в нулину, но они, у них клеток там дофига осталось, например, полотно. Не, они все поселки отдали. И они там остались, там, в топ, там, 10, допустим. Нет, они типа, в конце сезона все свои поселки отдали. Да я понял. так в смысле, может быть, там, типа, у топ-9 там дофига очков, а у топ-11 уже вообще там под ноль. Вот. И тогда они топ-10, я, блядь, чисто предполагаю. Блядь, Шопен, забанья этого Ганса, это, блядь, забанья этого трусливого натурала, который так и не пришел, блядь, мне доказывать в дискорд о том, что я пропагандирую гомосексуализм. после стрима к тебе придет. Блядь, чё нахуй, да вон, я сейчас после стрима это, пойду к машине, поеду, блядь, в ночник за стиками, на заправку, можешь ждать, попьешь меня. у вас же точно у вас все сложно со стиками. Блядь, самая большая сложность, то, что они стоят три с половиной евро, блядь, чувак. Ну так, блядь, я у вас Сиги покупал четыре года назад за три с половиной евро. Нет, четыре года назад еще, говорится, столько не стоило. Ну, я эти и Кент курил, они стоили, по-моему, как раз три с половиной тогда. А. Это был две тысячи, блядь, так это больше, это 2014 или 2015 таки был. А может, ну, ты был молод. Не, сейчас молод, блядь, офигел, что ли. Не ври самому себе, сейчас там где-то от трех пятидесяти, наверное, стоит. Я не знаю, блядь, я сейчас сигареты стараюсь не смотреть. На 3, 84 есть, но это все хуйня там в Германии, в Норвегии вообще, до свидания. Ну, просто стики куришь больше, чем обычные сигареты. Курил кидал это в окно на пожарке, оказалось, что я случайно на тачку бывшей, в смысле, у отца бывшей на тачку эти сиги скидывал бычки, блядь. Сука, похуй, куда ты их скидывал, ну, типа, похуй, на чью тачку, то есть, скидывал, а сам факт, что ты, блядь, скидывал на чужую тачку, уже, блядь, говорит о многом, блядь. Да, бля, специально такой, загорится, не загорится. ты что, угораешь, что ли? Нет, в смысле, просто это открытое окошко, блядь, ну, пепельницы нет, я беру, короче, докурил, кидаю, короче, их в это окошко, и они, там, оказалось, тачка стоит, прям вот, это весь, пожарка, блядь, я эти стики даже отбить не могу, камон, блядь, я стараюсь, вот сейчас пытаюсь себя ограничивать, одна пачка, блядь, в день, просто, ты целый день куришь, а потом на стрим, там, два стика остается, и все, блядь. А если вообще не курить? Сколько стиков, не покупай, по себе, знаешь, все время будет мало. Да пиздец, блядь. О чем речь, айкоснем? Давай. Ну, что, охуели, у меня нету, блядь. у меня нечего, у меня нечего, у меня нечего, а у этих есть. Ты с хулиганов, терпи, блядь. Что тут, дискриминация? Да, ну, ебать, вы тоже, блядь, неинтересный, пиздец, блядь. Я думал, блядь, поругаюсь, блядь. Ты что? Бабакадо с кем-то ругалась? Да ни за что в жизни. Да ты мягкий просто. Я с кем ругался, никогда. Что-что? Ты мягкий просто. Да-да-да-да-да. Голосатый. Блядь, бывает авокадо твёрдое. Так, а этот тролли. Сейчас придёт, ему там же дверь кто-то ломится. Нет. Пошёл в черенок от метлы. Это Даша, по-любому. Ганц зовёт в глаз. Господи, блядь, ты его сюда... Ты понял, когда он сгонит? Ты его сюда... Нет. Это ты? Что, дурак, что ли? Если я тут... Я тебе помню вообще. Ты его сюда тащи, блядь. Сука, вот, блядь, как меня эти вот... Сука, вот, блядь, вот все эти гандоны, которые хуесосят меня постоянно в чате, блядь, по всякой разной хуйне, блядь. Ты только их в дискорд, блядь, всё нахуй. В лучшем случае придёт какой-нибудь строль, который там что-то поизображает из себя 3 минуты, а потом скажет, да, клясть, ты классный парень, туда-сюда, я поражать буду. Пиздец, всё нахуй. Ну, никто, блядь, вот, если бы я кого-то ненавидел, какого-то там, не знаю, ютубера, мне бы был бы в кайф зайти в дискорд, сказать, блядь, хуесосина ты пидористическая, блядь, ненавижу тебя, тварь. Тихуй, вот ни разу, другие люди, то есть они, охуенно могут обсирать за монитором, и когда позовёшь даже в дискорд, они и за него. Блядь, у меня ж такой пиздец популярный канал, что прям по голосу во всей России узнают, блядь, чувака. Не, но всё равно, то есть он играет, он играет в БЗ, то есть его будут, ну, в смысле по БЗ, да, его будут чморить. А Медевину чего бояться, блядь, ну, Медевин это отдельный персонаж. Просто очень легко видосы говорить, ну, я их всех там разъебал, блядь, Сырылёва там, князя, всех разъебал, блядь, охуесосина из них, блядь, ну, в дискорд не пойду, блядь, ни к одному, ни к другому, блядь, пизду. Не, ну, я хуесосить и не собирался вообще, как бы, я этого и не показывал. Нет, ну, тут оказались лучше, не приемлет мои шутки, блядь. Это тот же Рашид, который, а, я помню. О, я знаю, я помню. И он сказал после вот моего прошлого, вот что там такого было в прошлом видео, что, блядь, он сказал, что, блядь, ну, он меня кем-то назвал и сказал, что, блядь, короче, хуевый я человек, что так шучу, блядь, не по-пацански это. Вот, и, как бы, что-то, что-то, хотя человек оформил спонсорскую подписку, он должен был бы как бы знать, что у меня вообще, какие шутки, блядь, у меня на канале. Вот. Особенно если там, когда, блядь, я общаюсь с какими-нибудь Никитой или, блядь, с Шопеном. И тут еще, и тут еще Ганс, блядь. Метелкин. Саня, что с женой, не знаешь? Что с ней, как бы, ты мне хочешь что-то рассказать? Она вроде за стенкой спит там. Ну, или... Ну, может, про свою. Нет, про чужих, чуваки, про чужих жен ничего не знаю. Владимир, он заведует тебе с твоей попаданием. Ой, да, конечно, блядь. Вот, у меня одна... Ты, блядь, что нахуй? Владимир зовут, что ли? Славева, да. Он еще красавчик, блядь. Век живи, век учись, блядь. Охуенный мужик, блядь. Блядь, люблю его, особенно как он там учил, блядь, какие у него удары там, блядь, смертоносные, блядь. Охуенный парень, блядь. Так что, блядь, вот такая хуйня. Да не, я думаю, может, что предъявить и хоть что-то. Эх, все тебе контент нужно делать. На нас, бедных. Ну, блядь, да. Ну, что, биткоин тоже, блядь, не обиделся, что ли? Слышь, Диман, посмотри уже рассвет. Хоть, ман. Так у нас темнело, что ли, блядь, алё? Нет. Белой ночи, блядь, что ли хочешь быть. Все погнали? За биткоин и не скажу ничего, я не в курсе. О, а у меня, не, у меня по-любому темно, блядь. Хотя уже, блядь, пол третьего, блядь, ебаный в рот, блядь. Завтра рано вставать, блядь, в реку ехать. А чё ты, Дима, делал в Латвии? Я там жил недели, полторы недели. Нихуя себе. Я уже думал, я там жил, блядь, полжизни скажут, блядь, там жил полторы недели. Ну чё ты жил у нас? Да, короче, у меня бывшая эстонка была. Слушай, блядь, как мне нравится эта логика. Я жил в Латвии, блядь, полторы недели, потому что у меня бывшая эстонка, блядь. Ага, да, да, да. Князь, перетащайся. Стой, я могу даже продолжить. Я жил, я россиянин, жил полторы недели в Латвии, потому что у меня бывшая эстонка, и поэтому я хотел взять гражданство Литвы. Не, спасибо. Литва чё-то не зашла, а Латвия чуть-чуть получше. Эстония ещё получше, чем Латвия. А, так чё ты у нас жил тогда? Да, блин, я там чё-то сложно было, да не то, что сложно. Мы, короче, по-прибалтски путешествовали, вот, сначала в Эстонии прожили, недели две, наверное, потом в Латвии. В Латвии к нам товарищи присоединились, которые, это, из Питера по прямой приехали, вот, и мы в Латвии пусили. потом Литва, потом Калиниград, короче, так вот. Опрос россиянина в Латвии, много у нас тут нацизма увидел? Сталкивался с нациками? Вообще нет. Что по телевизору у вас показывают? Ух, это националистическая, блядь, страна, нахуй. Причем, как бы я на пофиге, я, это, шапки из НИТа гонял. Ничего, никто не дребался. А в магазинах вы на русском говорили? Да, нет, на английском. А, на английском? В Латвии? Не помню, по-моему, да. Хочу, кстати, забыл уже. Нет, типа, как бы у нас тут все на русском, ну, типа, в магазинах тебе на русском ответят. Ну, тебя обслуживают на русском языке. Единственное, что ты можешь столкнуться, ну, подумать, что, типа, блядь, на... В Эстонии точно на русском, короче, а, блядь, в Латвии что-то не помнишь? Ну, в Эстонии, блядь, там... В Литве тоже на русском. Вот, потому что у нас можешь столкнуться с другой ситуацией. Ты там в магазине, там, кому-то обращаешься на русском, и тебе могут ответить на латышском. Просто они подумают, что ты, типа, местный. И тут зачастую многие общаются. я латышского языка вообще не слышал. Кроме у меня там кореша два живут. Один в Дюрмале, как раз, второй в Риге. Вот. И, кроме как от них, я латышского языка по-моему, вообще не слышал. Вот. И, может быть, такая ситуация, ну, знаешь, все билингвально многие общаются. Ты там обращаешься на русском, тебе отвечают на латышском, и друг друга понимаешь. А может, приехать русский турист, он такой, типа, здравствуйте, дайте мне то-то-то-то. Ему отвечают, он такой, бля, ебать, пиздец, ёбтва, нацисты, сука. Ну, а так, да, у нас, блядь, для россиян пиздатая страна, переехать, ну, по крайней мере, по языку. Ага, выезжаю. Ты вообще белорус. Бульбарстанас. Круч. О, подожди, Ганс Андерсон, это он? Блядь, его забанили, он сейчас не подтвердит. А, вон он, в балаболке. Это он или не он? Я не знаю, я не знаю. Это ты, или, блядь, тролль? Тролль. Угу, старый. Троля не трогать. Алло. Алло. Бля. Бля. Это Рашид? Это Рашид? Да. Да. Всем здрасте. Так, стой, это... Стой, какой Рашид? Ты меня хуесосил в чате? Рашид, трим, выруби на фоне. Выруби. Так, ты кто, блядь? Это Рашид. Я Рашид. Это ты мне там за шутки мои предъявлял? Ну, да, троллил. Или это? Не-не-не, это я. Ага, подожди, ты, ты еще и Ганс? Да. Так. Подожди, ты кем работаешь? Кем работаешь? С томатологом. Блядь, точно тут Рашид. Да, 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 да. Так, ты, блядь, троллил? Конечно. Да ты заебал, блядь. Мощные аргументы. Мы просто сидели с авокадой и пиской и решили чуть-чуть потроллить. Да вы заебали, блядь, ну нахуй. Пиздец, блядь. Я уже думаю, ну ладно, блядь, Рашид, блядь, кавказское имя, блядь, ну может реально там повернул у него, блядь, пиздец, там шутка гейская не понравилась, всякая может быть, потом с другой стороны. Если честно, нет, если честно, я не особо как бы слышал про эти шутки. Вот. Ну, основная причина была, конечно, чуть-чуть потроллить. Блядь, вы заебали, ну, когда уже придет человек, который меня, блядь, ненавидит, нахуй? Зачем ненавидеть кого-то? Это же не так. А смысл мне тебя ненавидеть? Сам подумал. Позвони Медевину. Нет, блядь, нет, блядь, лучше нахуй час, блядь, хуйню писать в чате, блядь, по поводу пропаганды, блядь, по поводу пропаганды, блядь, геев, нахуй, там еще что-то, блядь. Это куда вести? А, ну, классно же смотреть, как князь бомбит, да, блядь? Не, ну, вообще, да. Ты спроси у людей, все, всем это нравится. Ну, ладно. А, значит, авокадо и писька знала, да, блядь? На полпицы. В принципе, в принципе, Шопен тоже мог догадываться, мы с Шопеном-то знакомы. Да, я вижу, сразу не присяг, сейчас. А, еще и этот мудак в теме, да, блядь? по-моему, я не причастен, только некий, и все. Вообще, а я, блядь, ты охуел, что ли? А ты что, типа его не знаешь? А ты все время причастен? Блядь, если я раньше говорил, что у меня нету претензий, блядь, к монархам, то теперь они, блядь, у меня есть, нахуй. Почему? У тебя к Шопену, как представителю хулиганов, больше претензий, чем к монархам, должен быть. Ну, вы там, он уже кикнул, блядь. Один раз не Шопен.